Мария Лихачева сегодня вышла в рейс уже в 5 часов утра. Говорит, в водительском кресле чувствует себя комфортно. Без машины, которую она управляет, более трех тонн. Однако работать на ней вовсе не сложно. Тут все, как в привычном салоне автомобиля. Руль, педали и даже климат-контроль. Однако без практики не обойтись. Легко, потому что спецобучение, потому что опыт, практика, кайф. Очень хочется как можно быстрее проехать, как можно все быстрее посыпать. Но сутки не резиновые, к сожалению. В Самаре непогода башевала всю ночь и весь сегодняшний день. Предупреждения от синоптиков власти получили заблаговременно. Поэтому городские службы заранее перешли в режим повышенной готовности. Превентивная обработка тротуаров и дорожно-уличной сети началась в 22.00 по всему городу. Основные задачи, естественно, это обработка спусков, подъемов, посадочных площадок, тротуаров, песком, бионордом, так, чтобы люди могли спокойно ходить и не падать. Рабочие бригады производят обработку во всех районах города. Так, компания-подрядчик, обслуживающая Самарский район, подчеркивает, все обращения жителей без ответа не остаются. Жалобы от жителей принимаем, все жалобы отрабатываем своевременно. Работа в этом направлении ведется непрерывно. Мы выезжаем, смотрим, тоже контролируем, находимся на участке непрерывно на территории. Повышенное внимание уделяется также подходам и подъездам к школам, детским садам, медицинским и другим социальным учреждениям. Прохожие замечают, город активно обрабатывают от наледи, однако и сами стараются позаботиться о своей безопасности. Кто-то даже наклеивает медицинский пластырь на подошву ботинок, способ старый, но рабочий. Мы надеялись, что мы приедем, и здесь будет погода лучше, но не получилось. В данный момент стою, и видно, что посыпали, обрабатывали. У нас в Москве проводятся те же самые работы. Сегодня в дневную смену вышли 3386 дворников и уборщиков территорий. В эту категорию попадают и бригады, которые трудятся в скверх и парках Самары, а также на территории набережной реки Волга. При уборке города задействовано 215 единиц техники. Из них 42 принадлежат управляющим компаниям. И первая уборка в 6 утра, в 7 фотофиксаций выполненных работ. Поэтому я думаю, что качество работы зависит от того, что если есть постоянный дворник на каждом объекте. Мы стараемся это выполнять. Также на помощь городским службам пришли главы и сотрудники районных администраций. Еще дополнительно мы вывели 30 человек из администрации, в том числе я сама. И мы обходим, объезжаем район. И там, где видим ситуацию сложную, там мы сами еще подключаемся. И невзирая на твое, мое, наше, все посыпаем. Помимо районной администрации за качеством проведенных работ следит и муниципальное предприятие городского округа Самары ГАТИ по благоустройству. По словам сотрудников профильного ведомства, инспекторы уделяют повышенное внимание и качество уборки внутридворовых территорий. В случае ненадлежащего выполнения работ будут составлены соответствующие акты и протоколы и недобросовестную управляющую компанию оштрафуют. Проверяют сейчас все районы состояния и работы на уличной дорожной сети, но самый базовый их вопрос – это выход дворников и состояние дворовых территорий, работа на них. В экстремальных погодных условиях гражданам рекомендуют быть предельно осторожными, а водителям – внимательными на дорогах. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Василий Калдашов, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова